Гуляя в лесу со своим верным учеником, мастер увидел торчащие земли носик горшка. Весенний ливень размыл почву и обнажил закрытый некогда клад. Горшок, оказалось, был полон драгоценностей. «Видишь ли ты эту ядовитую змею?» – спросил мастер своего ученика. «Конечно, вижу», – ответил ученик. И они удалились. Но этот разговор нечаянно услышал проходивший мимо крестьянин. «Вдруг это какая-то редкая змея?» – подумал он и решил получше ее рассмотреть. Когда же крестьянин увидел клад, то весьма удивился, как можно увидеть в сокровищах смею. Выкопал он горшок и унес домой, а затем понемногу продавал драгоценности и жил, не ведая заботы труда. Но счастье его длилось недолго. Кто-то донес, что он присвоил клад, найденный на царской земле. Но палач был умелым, и полуживой бедолага вынужден был рассказать, как услыхал странный разговор, как выкопал горшок и присвоил сокровище. А по дороге к месту казни он сквозь слезы вымолвил. Теперь я понял слова мастера. Это действительно была ядовитая змея. А так бывает и в жизни. То, что достается нам легко, так же легко и уходит. А порой и вовсе доставляет нам одни неприятности.